Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые ветераны, учащиеся в школу. Сегодня один из главных дней в жизни нашего района. Сегодня исполняется 75 лет со дня освобождения города Рузы и Рузского района от немецко-фашистских захватчиков. День, когда доблестные солдаты подарили жизнь нам и нашему району. Для торжественного награждения на сцену приглашается глава администрации Рузского муниципального района Максим Викторович Тарханов. Дорогие ветераны, уважаемые наши школьники, молодежь, жители, гости нашего района. Действительно, сегодня очень знаменательная дата в жизни города и района. 75 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мы, естественно, должны помнить и передавать эту память в наших поколениях, последующих детям, внукам, что во время тех трагических событий на нашей земле погибло более и закоронено в тех мемориальных комплексах, это около 100 мемориальных комплексов на территории района сегодня, более 13 тысяч наших дедов, прадедов, жителей нашей страны. А жители русского района, около 3 тысяч погибло, защищая эту землю и участвуя в контрнаступлении под Москвой. И также мы должны помнить, что именно 75 лет назад, когда до Москвы фашистам оставалось всего-навсего 18 километров, пройти и захватить столицу Родины и, по сути, поставить точку в войне, именно с нашей земли, с русского района, с ближайших районов, началось контрнаступление и началось начало Великой Победы, которая завершилась в столице вражеского государства Германии, в Берлине. Поэтому, благодаря вот этим событиям, благодаря нашим предкам, благодаря стойкости наших дедов, прадедов, бабушек, прабабушек, сегодня мы живем под мерзым небом, сегодня мы, наша страна, наши граждане, жители, рожают и воспитывают будущие поколения. Поэтому, и мы должны, естественно, это помнить, всех поздравляю с этой знаменательной датой. Вы знаете, сегодня очень знаменитые события, это 30 лет нашей ветеранской организации. И вот эти традиции, эту память, эту историю, как раз наша ветеранская организация, наши уважаемые ветераны, во главе с уважаемым нашим генералом, Валерий Петрович Ехимовичем, несет и передает в поколение. Уважаемые Валерий Петрович, уважаемые наши ветераны, я вам искренне благодарен за вот ту патриотическую работу, которую вы сегодня продолжаете вести, осуществляя такую общественно значимую деятельность в составе Совета ветеранов, общаясь с нашей молодежью, с нашим подрастающим поколением, и участвуя активно в жизни нашего района, в том числе поддерживая наших ветеранов, участвуя и в поисковых движениях, вы знаете, у нас развито поисковое движение, и говорится, что война не закончена, пока последний безымянный солдат не найден и не захоронен по нашим традициям. За это искренние слова благодарности. Конечно, жизнь такая, что у ветеранов, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях, в те годы далекие, с каждым годом становится все меньше. Но ветеранская организация, Совет ветеранов, она продолжает жить и будет дальше работать. И я хочу всех поздравить, Валерий Петрович и уважаемые ветераны, вот с этим знаковым юбилейной датой. и хочу пожелать всем мира, добра, благополучия и дальнейшего процветания и развития нашего Совета ветеранов. А мы со своей стороны обязуемся, все, что от нас зависит, по максимуму помогайте, как содействуй, и дальше так же тесно, вместе двигаться на благо развития нашего района, Московской области и страны. Всех с праздником! Спасибо! За большой вклад в работу по векамечению ратных и трудовых свершений старших поколений, патриотическое воспитание молодежи и в связи с 30-летием ветеранского движения Подмосковья, благодарностью губернатора Московской области награждается Рузовская районная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель Митимович Валерий Викторович. АПЛОДИСМЕНТЫ По этому району, мне хотелось бы несколько слов сказать, что наша организация, русская районная общественная организация родилась именно в день освобождения, была 45-я годовщина освобождения русского района в 1987 году, у истоков которых стояли наши фронтовики. во-первых, был Пасхевич и другие товарищи, которые, ну, можно говорить, породили нашу организацию и передали их в руки надежные нашим фронтовикам последующих, которые были. Организация в основном состоит из ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов вооруженных сил наших, которые живут в русском районе, и правоохранительных органов, для нашей милиции, для нашей юридической организации. И насчитывает в настоящее время порядка до 11 тысяч, то есть 10 тысяч 870 человек. В организации очень хорошо трудятся наши товарищи, как Дубасов, Попов, Скворцовы, братья, Рыжаков, Воронкова, Коростелев, Тучкова, Муравлев и другие товарищи, можно перечислять их целый день, поскольку ветеранская организация работает упорно и делает свое дело в отношении оказания помощи пожилым людям и воспитания патриотического, воспитания нашей молодежи, школьников и всех учебных заведений. Поэтому я всей души вас всех поздравляю с праздником, желаю вам здоровья, и чтобы вы активными были продолжателями дедов ваших и отцов. Я хочу еще сказать, что некоторые школьники, вот когда к ним обращаются, знает ли она биографию, или он биографию своего деда, и многие отвечают, что не знают. Поэтому все, что мы можем дать вам по фронтовикам, пожалуйста, приходите всегда в Совет ветеранов, у нас работает еще и поисковый отряд «Надежда», который занимается поиском наших ветеранов, погибших в годы Великой Отечественной. Так что милости просим в наш район Совет ветеранов. Спасибо вам. За активное участие в работе Совета ветеранов, большой вклад в патриотическое и гражданское воспитание подрастающего поколения и в связи с празднованием 30-летнего юбилея со дня создания Русского районного совета ветеранов, благодарностью главы Русского муниципального района награждаются Дубасов Виктор Иванович, участник Великой Отечественной войны. Уважаемые товарищи, Друзья, на 75 лет тому назад началось фронтное наступление Советских войск. Я хотел просто несколько слов сказать. Мне было тогда 15 лет. И я очень хорошо помню, когда немецко-фашистские войска покидали наш район. И вот сегодня в каждой деревне Матронково, в которой я родился, была сожжена. Вот представьте, молодые люди, когда дом сгорел, а январь в 17-е, а в 19-е это было, морозы были. Вот так мы пережили. Я вспоминаю свою еще фронтовую жизнь. Я был десантником второй танцевой армии. И вот представьте себя, ребята, уважаемые товарищи, когда мы в течение месяца, не слезая с танков, там же и морозы были, дели, пили, все, что нужно, и воевали. А мороз-то был какой-то уже. Вот когда человек имеет какую-то цель, когда у него впереди есть мужество, чтобы защищать свою страну, видимо, он переживает все, что человеку возможно это пережить. Поэтому поздравляю вас с праздником победы наших войск под Москвой и с 30-летием нашей организации. Я, между прочим, с 87-го года все время хожу в заместителях. Ну и было на время председатель этого Совета ветеранов. Спасибо. Скворцов Николай Филиппович, участник Великой Отечественной войны. Спасибо. 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 Я скажу, значит, всех я вас поздравляю, днем освобождение города Рузы. Дорогого коллега, пора не коллега, но мы к вам присоединяемся. Доброго вам здоровья на долгие годы. Геннадий Васильевич, ветеран военной службы. Геннадий Васильевич, ветеран военной службы. Поэтому, получая эту награду, кого только сказать, служим Советскому Союзу. Геннадий Васильевич, ветеран военной службы. Сертификат на приобретение видеокамеры вручается Совету ветеранов Рузовского муниципального района в связи с 30-летием ветеранского движения. Геннадий Васильевич, ветеран военной службы. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые товарищи, друзья, руководители, ветеранские наши активы... Продолжение следует... 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 В полном плане такие как бы посылы и попытки не просто искажения, извращения истории, а вымарывания из нее вот этих ключевых, вот этих фактов мужества, героизма, беспримерного подвига служения своей родине, своему народу и готовности отдать за него самое дорогое человеческую жизнь. Поэтому мы на изданиях в Соединенных Штатах Америки, уже в учебниках там, которые для школьников и так далее издаются и по которым учат, там наш молодежь подрастающая уже нету фактически ни в одном того, что Вторая мировая война была-была, кто в ней с кем воевал. Америка воевала с англичанами и некоторыми союзниками против Германии, иногда уже проскакивает и против Советского Союза, который развязал вместо Германии эту мировую войну. Понимаете, бред кажется с одной стороны, а с другой стороны это уже то, что внушают, вот это не просто переписывание, мы понимаем этой истории, а это уже попытка завоевания душ в новых условиях, это война информационная, которая сейчас идет. Я мог бы еще очень много приводить подобных примеров, но убежден в том, что правда об истории нашей великой, правда о подвигах нашего великого народа, нашего великого государства, она будет жить в веках. И задача наша вместе, вот вместе, молодежи, всех поколений и ветеранов, особенно пока живы с нами участники, непосредственные участники тех событий. И никто уверен на земле русской никогда не скажет, и никто из молодежи не усомнится, была ли Зоя Космодемянская. Спасибо, что здесь ей стоят памятники, спасибо, что мы помним это. Она совершила свой великий подвиг на этой земле. Уважаемые друзья, я мог бы очень много говорить, но время регламента и так далее нашего не позволяет этого. Я хотел вот еще о чем сказать. 30-летие ветеранской организации русского района отмечается вместе с 30-летием ветеранского движения Подмосковья. Ветеранского движения в целом у нас в Российской Федерации. Оно по возрасту 30 лет вроде немного, но это официально, юридически было время, когда с 87-го года государство приняло решение официально узаконить создание организаций общественных, и в первую очередь организаций ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, пенсионеров. У нас очень большая организация, в ней работают огромное количество энтузиастов. И я думаю, что вот та часть из них, кто живет и трудится на земле русского района, достойна самого глубокого уважения, почитания и благодарности. Вот я и хотел сказать всем огромное спасибо за ту работу, которую вы ведете. Валерий Петрович, огромное спасибо лично вам, активу, президиуму, всем, кто занимается в тесном взаимодействии с органами власти, с другими структурами, повседневной деятельностью. Она очень нам всем нужна. Я привез вам поздравления и хочу передать от председателя Всероссийской Организации Ветеранов Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов, Балакурова Алексея Кузьмича. С ним вчера разговаривал и сказал, что мы в Московской области фактически стартуем целой серией, вот чередой, графиком празднования 30-летия наших ветеранских организаций на славной земле в русском районе. Он просил передать и от себя лично Всероссийскому Совету Ветеранов самые добрые пожелания и благодарность за работу, которую вы ведете. Вчера был правительство Московской области и правительство Московская областная дума, то же самое передают вам за ту работу, которую вы ведете. Огромное спасибо. Ну а... Поздравляя с праздниками и с вот этим событием, историческим событием в жизни ветеранской организации, я, Валерий Петрович, вам вручаю адрес, поздравите. Здесь тоже очень добрые слова сказаны от областного совета, от всей ветеранской общественности. Благодарю за работу, которую вы ведете. Желаю лично вам и всем членам ветеранского актива крепкого здоровья и новых успехов. Вместе мы, непобедимы. АПЛОДИСМЕНТЫ В связи с 30-летием со дня образования Совета ветеранов русского муниципального района почетной грамотой Президиума Московского областного совета ветеранов награждаются Юхи Мобич Валерий Петрович, председатель Совета ветеранов русского муниципального района. АПЛОДИСМЕНТЫ Артемов Сергей Александрович, совместитель председателя Совета ветеранов русского муниципального района. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, что здесь, в таком тесном взаимодействии, работают все общественные организации. Боиндарков Эдуард Михайлович, член Совета ветеранов русского муниципального района. АПЛОДИСМЕНТЫ Бородкова Надежда Сергеевна, участник Великой Отечественной войны, член ревизионной комиссии Совета ветеранов русского муниципального района. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Для награждения на сцену приглашается председатель совета ветеранов русского муниципального района Валерий Петрович Ехимович Дорогие товарищи, я уже сказал все, что хотел сказать И хочу просто еще раз поздравить, поблагодарить наших замечательных ветеранов Которые принимали участие и принимают участие в работе Председатель совета ветеранов Молодежь наша, которая активно пребывает на все мероприятия Очень приятно было, когда мы с вами проводили недавно буквально Конференцию, посвященную 75-й годовщине победы советских войск под Москвой С очень большим вниманием они слушали и видели фрагменты этой битвы И хочу поблагодарить от всего сердца нашу администрацию В частности, Максим Викторович, вас за внимание к нашей организации И все, буквально Елену Алексеевну, то же самое И все службы, в частности Тарасову, Дейс Которые по первому звонку оказывают посильную, прямо скажем, помощь И никогда не отказывают для того, чтобы оказать помощь нашим ветеранам От всей души вас всех с праздником Желаю здоровья, счастья и успехов в учебе нашей молодежи И не забывайте, что осталось очень мало наших свидетельцев живых И чаще с ними встречайтесь, старайтесь встречаться в школах и в учебных свидетелях С праздником вас! Вот эта книга Я хотел сказать, что сегодня я в подарок ветеранской организации Хочу вручить книгу, выпущенную по инициативе нашего ветеранского актива При поддержке губернатора и правительства Московской области Она так и называется, 75 лет победы в битве под Москвой Заря победы 45-го года Она издана первым диражом очень небольшим И у вас в руках она будет летать на из первых, которые сейчас у нас вручаются Поэтому... АПЛОДИСМЕНТЫ Уже здесь очень большой презент от областной организации Просим передать губернатору Московской области наше фронтовое спасибо И чаще пусть собирает ветеранов для общественного, так сказать, мнения Чтобы вы послушали и услышали наши последние, как говорится, слова ветеранской организации Ну и спасибо вам за то, что вы такую большую работу ведете И 22-го числа декабря месяца на пленуме было озвучено Очень здорово о работе нашей организации Я хочу всем сказать, что в мае месяце нашей всесоюзной организации И Московской области исполняется так же 30 лет, которые мы будем чествовать Ну, в каком месте поопределит губернатор Московской области Спасибо вам всем Спасибо Спасибо